Я вхожу в майский сад Пью живую сирень Вдруг запел соловей Мне тревожную трель Не к нему ли слова Сорок весен назад Соловьи, соловьи Не тревожьте, солдат Не тревожьте, солдат Ну а я здесь при чем? Мне в открытые окна Мьет солнце ручье Пусть прервутся на миг Безмятежные сны В сад вошли рядовые Победные весны Тем солдатам признания Не вылить в словах Мы не нюхали порох В усталых стволах Не вплетали в судьбу Партизанские тропы Не бежали из плена Обратно в окопы Не глотали следу Не глотали следу Видя павшего друга Не шептали вреду Имя дальней подруги Не ползли по болотам У шлатах потертых Не дошли до Берлина Ступая на мертвых Мы к кремлевским стенам Не бросали знамена И посмертно не нас Наградят поименно И не нам на граните Стоять изваяньем Папа известно за речкой С нерусским названием И не наши любимые В траур одеты Так какой же ценой Нам досталась победа Я спрошу соловья Что запел в тишине Что сказать Как мне спеть О войне О войне О. 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 Это только казалось, что на улице сумерки, а на улице был весенний солнечный день. Живой? Опять живой? Опять живой? Чьи же-то прокосы, чья же-то девчина распустила косы? Живой я, Марьян. Хочешь не хочешь, опять живой. Прости уж ты меня. Ну, не ходи ты за мной, и зрел все здесь. Ну, отпусти ты мою душу. Хоть малость на войну спешит. Ну, хоть чуть-чуть, а? Чья-то девчина распустила косы. Чья-то девчина распустила косы. А? Ничего. Целый. Целый. Чего ты не видел, что ли? А ты целый, а? Целый. А? А-а-а-а-а-а-а. А-а-а. Чего? Да меня не цынка прикладом звезда был. А-а-а. Этилов трещит. Гольчанского не видел? Чего? Гольчанского не видел, Миша. Не видел. Дай глотнуть чего-нибудь. А, пусто. Осколком разжечь засыпьет. Везет тебе. Не везет. Не вразит. А, Дувач? Ну что? Осталось-то, Баранова. Да, да. Чего ты? Иди в сомбат. Да пусть... Ухо отгрыз. Паскуда. В траншею схватились. У него-то тесак. У меня автомат. Ну что, друг друга за руки и танцуем. Он у меня на кой сзади. Я его. Он худой. Старый. Он шелестый. Я его и так, и... Как клещами за руки схватил. А потом пасть открывает. Зубы желтые, редкие. И замыз меня отца. Или что там в сторону. А он замка борьбу с поганым. И нарезет. Я ору, а он нарезет. Ну как я теперь, без уха. С одной стороны подсмолено, с другой без уха. Ничего. Скажи спасибо, что ничего другого не отгрыз. Спасибо, Мишка. Гончанский подоспел. Заколол гада. А то бы он меня совсем бы загрыз. Где Мишка? Откуда я знаю. Он дальше побежал? Успокоился, Мишка. У ворот лежит. Может, ранил? Нет. Я ему глаза закрывал. Успокоился, Мишка. Закурим его табачок. Партизан, лзи сюда. Казбек. Бери. Говорил, если что, вам на поминки оставить. А если до Германии, до Берлина дойдем, перед Гитлером выкурю, а курок у него на лбу затушу. Не затушил. Не затушил. Дай мне. Кашлять будешь? Дай мне. Чего орешь? У меня уши целые. Матвей, потянешь сатанинского зелья? Бери, бери. Умени Мишку Горчанского. Я помяну. Ну, вот и все, Мишка. Пять раз ты был ранен, два раза контужен и лег костьми на чужую землю перед самым концом. Одной шинелью укрывались, из одного котелка хлебали, по очереди наркомовскую пили. Мне бы сейчас выйти, рвать на себе волосы, а я курю его папироску и хоть бы... Даже рад сволочи, что его, а не меня сегодня. Уже и плакать не можешь. Если по одной слезе на каждую смерть, на все, что видел от Ржева до этой Германии, весь бы вышел. Тяжко тебе будет. Да иди, Таин. Таин. Дед. Мне нашивку-то дадут? Чего? Я говорю, нашивку мне за ухо дадут или нет? Это же ранение. Ну, легкое, но ранение. Нашивки за ранение от пули дают, а не от гнилых зубов. Между прочим, мне его не тараканы отгрызли так, а фашист. Какая разница-то, пулей или зубами? Уж война вот-вот кончится. На гимнастерке одни пуговицы. Нашивку бы хоть какую. Господи, дай нам силы. Ты как уголишься, а хламон? Это же костел католический, а бог один. Тут, может быть, Геббельса, Гитлера крестили, а он молится, придурок. Деванчик, попроси придурка. Может, он тебе вымолит нашивочку у бога. Не тревожь человека. А ты, Лех, за нашивки не гони. Хватит тебя нашивок и на сердце. Тебе живым надо остаться. Живым! Ну, да не убьют же меня! Не убьют! Я маленький еще был. Матерь, я цыганка на меня гадала. Говорит, пускай воды боится. От огня, от пули и от чахотки на нем закляки лежит. А воды пускай боится. Меня огонь-то не взял. Нас же болели. Ну, приходят. Руки у печи погрели. Спрашивают. Матка, яйка, млека, шпек есть? Нет, говорит, ничего нету. Шлехт, говорит, Плёхо, капут. Печки лицом поставили. А у мамы сестричка маленькая на руках. Она просит по ночьке, чтоб только деткам больно не было. Не стреляйте, больно. А Зуська на ухо шепчет. Это не щекотно, когда стреляют? Щекотки боялась. Щекотно не было. И больно не было. не нас об ушком по голове каждого. Чтоб не мучились, значит. Слушай, Матвей, а я тогда в бреду Бога видел. Это не грех? Это знаменье. Тьфу! Знаменье. Стою я, кажется, на снегу. Вокруг ни души, ни хат, ни деревьев. Как вымерла земля. Смотрю, Бог подходит. С бородой, с лысиной, всё как положено. Здоров, говорит, Лёня. Здоров, говорю, хоть тебя и нет. Даю тебе, Лёнька, медаль. Снимает солнце с неба и мне на голову одевает. Оно же ведь горячее, страшное. Я реву, отталкиваю его. А он мне солнце, как кепку, на голову. Понимаешь? Солнце, как кепку, на голову. Благодать на тебе, Леонид. Горящая головня на мне была, не благодать. Я очухался, она вон возле виска догорает. Выжгла всё, и теперь и волосы не растут. А ты бы их из-за чего оставил на пляшину? Так что, я ни огня, ни пуль не боюсь. Из огня вынес кто-то. Партизанов в разведке был, на железку сколько раз ходил. Да уж год почти воюю, и хоть бы что. Пуле только рядом посвистывать. Ухо вот сегодня только пострадало. Так и то не от пули же, а! А моему дядке цыганка нагадала, погибнешь от водки. Да ну, точно. Напугала, лет двадцать не пил. Даже пьё, и погиб. Начал всё-таки. Над нами соседка жила. А её мужик сильно это любил. Ну, стала она его однажды гонять. Хватит у него из-за пазухи бутылку водки, нераспечатанный. и в окно. А дядька внизу на лавочке сидел. Бутылка московской особой, нераспечатанный, тюк по голове. и готов. Всё. Погиб от водки. А похоронят, братская. Кого? Мишку. Сходи. Глянь. Не пойду. Никого мёртвыми не видел. Ни отца, ни мать, ни сестёр. И его не могу. Сходи ты, партизан. Скажи, прости за меня. Ну, чё смотришь? Сходишь? Схожу. Что-то из молодых никто не подходит. А молодые все, как овечки, в кучу лезли, только заляжем. Все ползут ко мне. Куда, мать башу, по кучам только лупят, все равно ползут. Страшно. Страшно поодиночке-то. Соленика кто видел? Обалдеть, это здесь. Вон он, святышево сматывает. Матвей! Чего? Чего, иди сюда. А я его под траншеем ищу. Партизан, почему опять в бою без каски был? Забыл. Я тебе забуду. Чего у тебя, малый? Ухо. Сильно? Валит. Старшина. Пишку Гольчанского убила. Слышу. А еще кто? Все. Больше никто не придет. Яковинку миной еще в своем окопе до атаки Гурин и Воронин в Санбате. Ну, Гурин еще может выкарабкается, у него сквозное, здесь Воронин тяжелый. И в госпитале повезут, у него полживота вырвало. Отвоевался. Так что сегодня нам лафа. По пол-литра наркомовской на брата выйдет. Еще он из третьего взвода подбросили, там вообще пить некому. Построения сегодня не будет. Строить некого. в Сейроте благодарность за взятую высоту, но пока отдых. Так что давайте завтракать, хлопцы. Давай партизаны. Кто хочет, НЗ открыть, хотя тут всего хватит. Пуштет! Все. Иди сюда. Ну, я. Ты в подвале был? В каком подвале? Ты мне наивную барышню не строй. А ну-ка, покажи свою финягу. А ну-ка, покажи свою финягу. Или в пруду сполоснул. Видел там средь двора пруд? Лебеди черные плавают. Любят паскуды черные, да? А что там в подвале есть? Не секрет. А если в крови, что с того я с атаки шел, они с бульварчика? Разговорчики! Одним словом вот это, Серега. Приказ Верховного ты знаешь? Ну, знаю. Не ну! Так точно, товарищ старшина. За жестокое обращение с военно-пленными или... Вот именно. Знаешь, молодец. Мы с тобой славяне, Серега. И пришли сюда завоевать симпатию. А я на немких жениться не собираюсь. мне симпатий не надо. Мне тоже. А вот детям твоим может понадобиться. А чего они это про симпатию? Ну, мы с тобой не они. Я так думаю. Вопросы есть? Есть. Тебе сны снятся, Дугин? Я четвертый год не высыпаюсь. А я четвертый засыпать боюсь. Верховный приказ. Верховный в Москве, а я тут. Отец, мать, сестры, малый землю парят. Невесту в концлагере сожгли. Меня от Люськи от свадебного стола взяли. Даже горько не успели крикнуть. Ты знаешь, что мне от самого ржево снится? Свадьба моя. Вот досидим мы все в белом за столом. И перед каждым чарка. А в чарке не вино, а кровь. И все на меня смотрят. Я с Люськой должен выпить это. Тогда им не придется. Подношу эту чарку к губам и просыпаюсь. Холодный пот, а во рту соленый привкус. Вопросы есть? Ты мне близкий человек, Серега. Брат, но звереть я тебе не дам. Я сам через это прошел. Если ты еще хочешь что-нибудь, я тебя без трибунала сам усек. Усек. Война скоро кончится, Серега, и надо будет жить. Понимаешь? Жить. Жить. Пойдем выпьем. Слышно. Второй фронт открывать. Чего? Ну да, тушенку мариканскую. Давай. Матвей, возьмешь грамурьку или греха боишься? Чего же? Это вроде как поминки. На поминках можно, на поминках не грех. А ну, куда ты ему столько льешь? Ты что, боишься, что тебе не хватит, что ли? Не боись, лидер. С земли не поднимешься, петушок безухой. А что тебе мое ухо-то? Выпью. Всю свою долю выпью. Назло. Старшина, скажи. Пускай пьет. Вот так. Молчать будем. А чего там молчать? Давайте, хлопцы, помянем нашего товарища Мишку Гольчанского и молодых Яковенко у Воронина. Воронина нельзя живой еще. Вряд ли. Иди, говорит старшина, мне что-то скучно делается и улыбается. И лицо какое-то светло. Пусть им будет пухом земля чужая. Вины в нашем в этом нет. От пули никто из нас не бегает. А вам дай бог выжить. Мало нас осталось. Ну, давайте, хлопцы. Выпили, но закусывать не стали. И помолчали все-таки. А на улице входит в силу чужая весна. Кончался апрель сорок пятого. Трели соловья летят к самому небу и, кажется, заполнят всю землю. И так эти нежные трели не сочетаются ни с руинами, ни с утомленными тяжелым боем солдатами, ни с военным временем, что, кажется, вот-вот разорнут сердце. замолчит он, сука, или нет? Ты что? Стурил? Машин! Субтитры создавал DimaTorzok 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 И я не могу. Звезды сегодня низкие. После первой контузии у меня как будто душу из тела выбило. И тогда они такие же вот были. Крупные, холодные, аж звенят. Лежу, а меня тянет, тянет к ним. Каждая звездочка как трясиной засасывает. Как будто выливаюсь весь куда-то к чертовой мать. под бомбами не страшно, а тут ну что, звезды и звезды. сейчас небо затянет, видно, дождь будет. Ну что ты-то молчишь, партизан? Так о чем говорить-то? Ну, рассказал бы, как партизанил. Стрелял. У тебя дома был кто-нибудь? Никого. А были? Все были. Они никогда не расплатятся с людьми за эту войну. Мы платить будем. Гитлеры шалеют, а мы платим. Командир, а отчего они рождаются Гитлеры? Страшно не то, что они рождаются, а то, что люди им верить начинают. А почему так? Почему им верят? Господи, чем больше сумасшедший, тем больше ему верят. Хотел сволочь, чтобы все думали, как ему хочется. А не хочешь заставить пыткой, огнем, страхом, пулею. И ведь сколько народу за ним пошло. Люди одинаково рождаются, одинаково умирают. Когда же они перестанут силой учить друг другу, как надо жить? Перестанут. Когда ему прижмет и поймут, что чужим хлебом всегда подавишься. Партизан, выпить хочешь? Оно можно. Че? Мне комроты дал. Трофейного вина в подвале нашли. Оно можно. Все равно спать сегодня не буду ни черта. Звезды низкие. старшина. Ну, чего здесь звезды тебе дались, а? Ну, чего? Старшина, попроси ротного. Пускай нашего малого куда переведут. А то нас скочет дурин на пулю, а ему жить надо. Молодой ведь зеленый душа-то еще растет. Может, он забудет, а? Ну, попроси. У него дети красивые должны быть. Ладно. А тебя еще раз увижу в бою без каски. Будет худо, ясно? Ясно. где шляешься? Черт, думал, на часового напоролся. Где был? В городке ихнем. Симпатии завоевывал. Серега? Не, не, все нормально, страшно. Ходил, посмотрел, как фрицы живут. В полисадничках копаются, не боятся. Отчего им бояться? Ну, да, конечно. Что там, мы добренькие. он партизан вчера, немки с воензеводом плевать хотелось. Ну, плюнул бы, да успокоился. Не мыхал. Ну, старшина. Давай, давай. Заглянул в один домик. Фу. Чистенько, аккуратненько, стежки желтым песком посыпаны. Свечка горит, на рояле кто-то тренькает. Захожу, сидит молодая немка, прическа, руки белые в халатике. Встал, смотрю, поворачивается гадюга, зубы скалит. Щуберт, говорит. Я молчу, смотрю. Она поднимается, курва, халатик расстегивает. Намолбит, Терус Иван, получай контрибуцию. Наши девчата лица сажей мазали. Одна он слыхал свою красоту, кислотой пожгла, а этот халатик скидывает и улыбается. Что дальше? Что дальше? стоит, паскуда голая, гладкая, улыбается. А ты? Плюнул и ходу, могу их видеть, трясет прямо. мертвый лежит. Поцеловать его готов. Иди спать. Дайте закурить ничего. Не надо мне этих трофейных. Дед, дай махорки своей. Пойди, там ватнички возьми. Данки щен. Че смотришь? Че смотришь? А ему лучше погибнуть. Ты что? Молодой, еще дурной, горячий, да и пережил. А ты не пережил. У всех у нас война души выстудила. Не скоро согреемся. Может и помрем холодными. Это ты брось. спустила. Пусть распустила. Сослонила плечи На дорогу вышла Милому навстречу Прости уж ты меня, Марья, но не ходи ты за мной Не отводи ты от меня беду Смерть-то я не боюсь Жить страшно Вы нас не карайте С милым да на горе Тихо вспоминайте Смерть-то я не боюсь Мой серёжки Старшина за мной ходят С детём сожжённым То уж второй год ходят Рассказал бы Легче станет Да не, легче-то не станет А ты расскажи Да Не Да и Ну а чё рассказывать-то, а? Ну чего? Ну, хлеб она пекла Моя Марья, значит Ну, для всего нашего партизанского отряда пекла Ну, мы эту муку-то привозили Ну, она и пекла Ну, видать, выйдут кто-то Ну, однажды-то из разведки шли И, главное, у дачи-то сходили Добрую такую разведку внесли Ну, и по пути-то ко мне заглянули Марья моя только на стол-то накрыла Я с детём на руках-то походил И вдруг Вбегает моя Марья Белая Говорит Немцы Хлопцы Говорит Немцы Ну, мы из хата-то выскочили Да и к лесу ползти Так они же и оттуда прут Цепью Ну, куда? Ну, вот Хоть сквозь землю провались А тут Подле самой хаты Полоска жита была А мы в неё-то и залегли Лежим Ну, жит такое высокое И хорошо в этом году-то его уродило Лежим Ну, подъехали немцы Лопот что-то В хату вошли Мы лежим Не дышим Пятеро нас всего Ну, двое связных Тебя без оружия Считай трое Мы лежим Вдруг, значит, вижу Через колосья Муку немцы Из синей выносят Мне, значит, это даже Как-то и оборвалось внутри Ну, откуда У одиноких бабок В такое-то время, да Столько муки И кому эта мука Да ясное дело Кому Да Тут как раз На крыльцо-то Эсэсист это С Васильком-то Выходит И И играется Так с ним На руках-то он его Подбрасывает И смеется Гляжу И этот Василёк-то мой Тоже смеется Думаю Пожалеют Ха, смеются А потом А потом А потом Хату Запалили Ну, а Умари-то И не вывели И выстрела Слышно не было Что-то Не знаю Что с ней сделали Из хаты Не выводили А? Василька? А? Василька? Василька? Я сейчас Я сейчас Значит По две самой Хаты Ну, вот Старая Антоновка Росла Василька-то За рубашонку На сучок-то Поехали А сам Таташа Хата горит Так-то Что-то Горячо стало Я гляжу А Огонь Че-то Яблоки-то Охватил А Васильок-то На эти яблоки-то У меня Че-то Заходятся А я Зубаем-то землю Грызу И Ха И все Все Ха А яблони Те Ха Яблоки-то На той Антоновке Печеными Стали Вот Ну С тех пор Мария с Васильком-то За мной ходят А В отряд Меня Хлопцы Притащили И говорят Петро, у тебя голова теперь вся белая Виноват я Я прям че-то жутко виноват В чем ты виноват? Что ты мог сделать? Мне надо было С ними вместе гореть А я В жите лежал Я вот Че-то до сих пор Перед своей совестью Оправдываюсь Выскочил бы Так хлопцев засыпал А разведка Важная была Ух какая важная Мы ж план карательный И экспедиции Принесли Бригаду Спасли целую бригаду И че там уж Марит с Васильком А? Это же верно, командир А? Это же правда А? Командир Здесь не парив Медики надо А по чем? Не знаю Может быть кто-нибудь когда-нибудь и разберется Давай Давай партизан еще Винца трофейного Тяпнем Давай Помянем твою Марию Сыночка А каску В атаку Ты все-таки Одевай А меня Не убьет Не убьет Меня ж уже Увели Ну там Лжите Да Юлии Не убьет Нюь Уру Ну там Нюь Уру Немь Нюь Нюь КОНЕЦ КОНЕЦ Серёжа! Серёжа, пустись! Серёжа, пустись! Серёжа! Серёжа! Тебе сказала, не надо! Ты чего? Спесилась, что ли? Все сначала говорят, не надо! Я не сначала, я в конце. Не трогай меня, не трогай меня! Сергей! Вот так бы сразу и сказала, чего руками-то махай. Больно? Больно. Никак со звёздочками на плечах нашла. Со звёздочками, только в глазах. Ой-ой-ой-ой! Это что ж на тебя? Весна с немецким соловьём так действует. А? Ну а со мной-то и без звёздочек ничего ведь было. Так, девочка, погрелась и в кусты. Я не грелась, Серёжа. Я тебя отогреть хотела. Слава, что ты так грела. Всё больше плакала. Хотела, чтобы и ты заплакала. И для многих ты тёпленькой была. Серёжа! На, 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 там без рук. Без рук. Прости, Серёжа, но холодно мне с тобой и страшно. Пусти. Пусти. Позови, Дмитрий Александрович. Кого? От дуванчика. Да, мне поляшку надо сменить. Среди ночи. Позови. Ну, Лидес. Ну, хищница. Ты хоть знаешь, сколько ему? А сколько мне? Ты знаешь, что руки не те? А сколько вашей крови на эти руки вылилось? Ты знаешь, грудь не та, сколько я проползла на этой груди. Все правильно. Зима качается, пора гнездышка весить. Да зачем он тебе, Лидка? Зачем? Ты на свои годы не смотри. Ты их давно разбросала по блиндажам и окопам. Я соберу. Не соберешь, глупенькая. Тебе не дуванчик. Тебе такой, как я нужен. Я тебя пойму. У нас с тобой война одна на твоих. Он уже не целованный, Лидка. Его бабы все там за победой подрастают. Его все там. А где же майор? Битв в окопах. Нет. И ты в них останешься навсегда. А с тобой война никогда не отпустит. Никогда ты хоть это понимаешь. От рудка вырвались снаряды до самой смерти. На весеннюю грозу будешь думать, как нарт на лед. Мы с тобой все для победы положили. И жизни, и души. Ты ребенка хочешь? Да. А я нет. Никого не хочу после себя оставлять. И какие у меня могут родиться дети. Зачем они жить будут? Но это последняя война с Юлей. А мне все равно. Нам ведь с тобой теперь ничего не страшно. Я раньше двойной крови боялся. А теперь в атаке боюсь промахнуться. Не точно ударить. Но научился. Вот так, под лопатку. Какая она кровь, медсестра. Мне розовое снится, как вино. Сережа, не надо, Сережа. Не надо, вот теперь не надо. Останови свою душу, Сережа. Останови свою душу, Сергей. Леда, дождь будет? Да, будет. Останови, дождь. Сережа. Отпусти. А дуванчика я тебе сейчас приведу. Что с тобой, Лида? Погадай лучше, Матвей. Я не умею. Скажи, если не веришь, молиться можно? Можно. Кто-нибудь услышит. Я буду жить, Матвей. Буду. Захочешь, будешь. Погадай. Давай, давай, давай! Что ты прерывал? Давай, давай, давай! Пусть здесь солодой день. Дурак! Тепленькие еще. Аккуратно для согрева. С постели поднял. Ну, чего? Садись. Я тебе повязку поменяю. Ежедневно меняла. Ну, еще поменяю. Но если ты хочешь спать, иди, супи. Спать не хочу. У меня! Как тут у тебя? Дорога. Кровь еще присохла. Не болит? Нет. Ну, все-все-все-все. Ленька, скажи, а чего это тебя Адуванчиком позовут? Ну, Мишка Гольченский прозвал. Я в роду, когда пришел, у меня вот этой стороны волосы-то совсем не росли. Ну вот, а он засмеялся. Говорит, смотрите, Адуванчик. Вот так и зовут. Мишку уже убила. Меня зовут. Хочешь шоколады? Ешь. Ты же любишь, любишь сладкое. Ленька, дома у тебя кто-нибудь остался? Батька, может, жив. Он и войну забрал. Так никого. Ни деревни, ни соседей. Палили нас. А куда у тебя шоколад? Летчике подарил. Не хочу. Что ты? Что ты? Что ты, глупенький? У меня ведь только с тобой душа снова жить начала. Не думай ничего. Я не думаю. Я ни в чем не виновата, ни перед тобой, ни перед собой. Но ты меня прости, Ленька. Прости. Ты что, Лида? Тебе что-нибудь говорили обо мне, да? Я не слушал. Ты знаешь, отец мой, уходя на фронт, сказал матери, прости меня, если я погибну, а я тебя прощаю, если не дождешься. Вот и ты меня, Ленька, прости. 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 Ты что? Я не дождалась тебя. Прости. Четыре года. Огонь, кровь, смерть рядом. И так каждый день мне спрятаться за кого-то хотелось. Я и пряталась. Пряталась. Потом бояться перестала. И даже сама звала не один раз. Вот недавно из вашего отделения парень такой был. На цыгана, похоже. Как его звали? Как его с ранением в живот? Рой? Как его звали? Я не помню. Он же с пополнением молодой. Да, молодой. Улыбается, а в глазах слезы. Сестричка, я не плачу. Это мне песком в глаза от взрыва. Губы кусает от боли, кричать стесняется. И отошла от палатки. Стала на колени. И зову смерть. Забери его. Сделай милость. Забери, не оставляй его так. Возвращаясь, он уже затих. Только улыбка осталась. И глаза на солнце смотрят. Это же ужас. Со смертью разговаривать. Ее же проклинать надо. Когда я с тобой встретилась, Людка, со мной что-то случилось. Вот ночью во сне слышу, плачет кто-то. Так жалобно тоненько вскликнует. Я сердцем это слышу. Ты знаешь, кто это? Это дети мои, нерожденные плачут. К свету тянутся. Боюсь, что после всего этого я и родить тоже не смогу. Ведь жить остаться мало. Надо еще выжить. Только бы выжить. Только бы выжить. Что ты, голубенький? Это же не гроза. Не снаряд, это гроза. Я снаряда-то не боюсь. Я грозы боюсь. Ну, с детства еще. Это все скоро кончится. И это пройдет. И будет тихо-тихо, Незоль. А я буду твоей сестрой или матерью. Я этому научилась за войной. Мы уедем куда-нибудь. Далеко-далеко, где нет пожарищей руин, где много тишины и никогда не вспомним про войну. А если будет приближаться гроза, я запою. И ты не услышишь, как разрывается небо. Ты успокоишься. Да. Не надо. Ида, не плачь. Я не плачу. Это душа моя. Душа моя смеется. Что? Подожди. Кто-то смотрит на нас. Нет. Тебе кажется. Смотрит. Нет. Нет. КОНЕЦ Все! Все уже, все! Закрепили! Мне что тут? Ничего, а? Ничего. Женька, поем готовим, а? В замку и... В замку и... Чего? А? Чего у меня за спину-то прячете? У тебя вон уже коренька приставили, у меня даже нашивки нету. А зачем тебе у орден-дурень? На груди носить. А я тебе свой отдам, если дадут. Ага. Соляника не видели? Да он с вами побежал. Старшина приказал дальше рисоваться. Сейчас их с Катюшами приглаживать будут. Одновывающие! Уши целые! На, партизан, ты поглядывай. Черт, не знаю, чего они там на уме. О, веселенький бой был. Зачем ты его? Кого? Пленного. Да какой пленный? Уже на тебе сидел в пень. Враг не сдается, его уничтожают, кто сказал? А я у него автомат как-то выбил. Ну, ты бы еще... Ты бы еще с ним поцеловался. Мало вас сбили, видно. Да уж не тебе говорить, как нас били. Жалостники, твою дивизию. Ладно, с Гитлером еще почмокайся. Пойду еще одного праведника поищу, только бы выжил. Лёнька! Лёнька! Э, да ты куда? Это волстом, дурная! Куда ты прешься? Куда? Ты чего? Дед! Ну, ладно, чего? Вон твой, Вольта. Ты живой? Ты чего, не видишь, что ли? Ой, и я живой. Вот, я тебе шоколад принесла, блин даже нашла, трофейный. Ешь, Лёнька, я побегу, там раненых столько. Дед, родненький! Дед, это правда, что сердце всегда беду чувствует. Говорят. Дед, родненький, поберегите вы его. Это моя жизнь и мое спасение. Все будет хорошо, Лидка, иди. Все будет хорошо. Лёнька! Ничего. Ничего. Ты хоть бы спасибо за шоколад и сказала. Спасибо. А как у тебя повязка-то? Ну, как вы тут? Стем. Слава Богу! Наши все целы. Соседям справа досталось. Там анекдот был. Петрок, почему они не покоряются? Почему? Ведь конец же уже, все равно им конец. Матвей, почему дьявол Богу не покоряется? Почему? Да потому что дьявол. Покажи автомат. Зачем? Покажи автомат, сволочь. Ты чего, Серега? Уйди, дед, не лезь. Joseph! Серега! Ты что делаешь? Ты что делаешь? Все же патроны целые. Смазка свежая. Ни разу, сука, за атаку не выстрелил. Чистеньким захотел остаться на бережку. Мы за него должны в крови купаться. А тебе это нравится? Молчи. Чиковенко, Воронин, Мишка Горчанский. Из-за тебя, падла, легли. Эти пули бы, может быть, от них смерть отмелись. И я всегда рядом был. И ни за них, ни за тебя не прятался. И ни моя вина. Этого я? Становись, Кистенка. Становись. Ты что? Ты что? Ты что? Я с 41-го в работе. Я прошу тебя, не делай этого. Не бери этот грех на свою душу. Хватит с тебя. О наших душах не заботься. К стене. Как хочешь. Нет. Мишке Горчанскому в лицо стреляли. Как хочешь. Положь. Что? Положь. Автомат на землю. Жалко. Тебе жалко? Ты вспомни. Ты вспомни, как твоих палили. Что они с твоей Марьей сделали? Вспомни, как твое дитё на сучке с яблоками пеклось. Он в них стрелять не хотел. Уйди, дед. Чего смотришь? Чего смотришь? Чего смотришь? Уйди, дед. Положь. Автомат на землю. Серёжа, ну брось. Ну успокойся. Я сегодня свою порцию наркомовской отдам. Уйди, щенок. Наконец-то. Уникавшая из тебя креста распятала. А ты, Серёга, положь автомат. Положь. Ты что? На глох? Положи автомат. Что такое? Я спрашиваю, что такое, дед? Ничего. Поговори. Щей автомат. Мой. Я не стрелял. Не слышу. Я не стрелял. Верующий я. И раньше не стрелял. Верую я. Вот теперь слышу. А ведь это трибунал, Матвей. Я знаю. Только сейчас узнал? Не надо, старшина. Значит, оружие в руки всё-таки взять-взял. И думал так тихой сапой до конца войны протопать. И перед Богом чистые люди довольны и нашим, и вашим не получилось. Не хотел я, старшина, чтобы такой, как ты, свой, стрелял в меня в трибунале. Я от них пулю искал, но я бы сердце своё перед тобой поставил, чтобы тебя от неё защитить. Мало, мало, Матвей. Мы вот с ними свои сердца и души перед Родиной поставили, а ты только передо мной. Мало. Нет, дайте мне закурить. Что ж нам делать, а, партизан? Человек под трибунал пойдёт, а ведь нам, грешным, надо ещё с Гитлером до конца рассчитаться. Как думаешь, Матвей, божье проклятие на нашем тервоеде лежит? Я вам не судил. А я не говорю, чтобы ты нас судил. Я хочу знать, что ты думаешь. Бог сказал раз и навсегда не убий никого, никогда, ни за что. А человек сразу выход нашёл. А если кто против Бога, значит можно. А если кто не теми пальцами крестится, можно. А если юридик накоснёт его, тот, кто убивает во славу Божию, такой же преступник, как и тот, кто убивает за кошелёк. Бог сказал, не укради. А если ворованное, значит можно, святое дело. Не пожелай жены ближнему, а у меня любовь, значит можно. Что нам святое не скажи, мы всё перекрутим и под себя подгоним. Ни жизнь, ни обстоятельства заставляют грешить нас, а похоть души нашей. Аминь! Не надо. Кто у тебя дома остался, Матвей? Мать, жена, дети. Все живы? Слава Богу. Тому Богу, который нашими руками, кровью нашей, грехами нашими не пустил зверя в твой дом. Легко быть святым, Матвей, если ты один в пустыне. Вот у меня, может быть, хватит силы сдохнуть с голоду, но чужого не взять. А если рядом дитя малое с голоду помирает, что мне делать, Матвей? Смотреть и думать про неукради? Попроси. А если не дают? Тогда укради. Ага! Ну, не считай, что поступил хорошо. Убедил. Согласен. Еще. Если пришли в мой дом, у меня на глазах убили моего отца. Распнули мать. Надругались над сестрой. Что мне делать, Матвей? Попросить? Адуанчик, что твоя мать просила? По нотке не стреляйте, где так больно. И что? Положи в твою мать! Так что же мне посоветует твой бог, Матвей? Убивай, но не думай, что это хорошо. Так я и без бога знаю, что это плохо. Но убиваю. С сорок первого. И с сорок первого я знаю, что не в каждом немце Гитлер сидит. Большинство это несчастные, простые люди. Но я стреляю. И буду стрелять. И буду бить точно до конца. Потому что я воюю против дьявола. Я знаю, что дьявол в Берлине сидит. А здесь в окопах его ангелы. Но как в Писании это сказано? Отрекаюсь от дьявола и ангелов его. Отрекаюсь. Им же тоже говорят, что с ними Бог, а мы слуги дьявола. Одна маленькая разница есть. Я ни одной капли невинной крови не пролил. Прикажут. Прольешь. Врагов. Да. Партизан. Встречи детей тех, кто палил твою марию с сыном, и я их не затрону. Руку себе по локоть отрублю, а не затрону. Не убей. Оно вот у него было. Когда он жену с дитем малым на растерзание отдал, чтобы других не убили. Что ему кара Господня страшна. Да он уже побывал в аду. Здесь, на земле. Не надо так жить. Не надо. Ну ладно. Поговорили и хватит. Артподготовка будет короткой. Пойдем дальше. Раньше сядем, раньше выйдем. Бери автомат, Матвей. Бери. Не могу. Не могу. Ну так. У кого патронов мало, хлопцы? У меня. Держи, дед. Ротный замполит в соседнем здании. Сдай оружие и обо всем доложи сам. Мне некогда, у меня атака. Адуванчик, забери его. Я завиду. А может, не стоит, Матвей. Ты ведь дорогу знаешь. Сам дойдешь. Дойду. Не держи на меня злость, Володя. Иди, Матвей. Адвей. 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 Сторожный. Сторожный. Встать! Ты что? Верховный главнокомандующий? Прокурор! Судья! Чтоб человека к стенке ставить! Я фронтовик! Я имею право! Комендантский взвод Шуруй! А у меня в отделении ни у кого перед носом махать оружием не будешь! Усёк! Чё себя долбануло? Дед! Давай сюда! Давай сюда! Дед! Дед! Не надо, хлопцы! Сергей! Сергей! Прости меня! Ты прав! Только ты остановись! Если можешь, остановись! Петрок! Отпусти мне грехи мои! Не верующий я! Я не верующий! Ах, в Бога! Можно не верить! Надо жить по Нему! Ты не бойся, Матвей! Не бойся! Я не боюсь! На всех на земле одна душа! Те, кто мучат, убивают, пойдут по следам мучеников в жертв своих! Пекло здесь, на земле! И очищение человека! Господи! Господи! Что же Ты с нами делаешь? Что же Ты с нами делаешь? Что Вы с нами делаете? Я, это не верующий. Удаляется, что ты с нами делаешь! Я, это не верующий! Ах, я, это не верующий! Я, это не верующий! Я, это не верующий компонент! Он не верующий! Он не верующий! Он, Вы, Вы! Ах, я, евро! Бх, да! Ну, как раз, dileмоши обманщики! Я, знаю, что это вот я. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok